Всем привет! Вы на канале PUMS. С вами Петр. И сегодня я вам расскажу об игре Зомбицит Черная Чума. Будут под этим видео ссылки на предыдущие версии этой игры. Есть версия Зомбицит Первая часть, которая вышла, по-моему, в 2012 году. Потом ее прародитель Зомбицит Черная Чума. Это уже в сеттинге Средневековья. И здесь они пофиксили то, что не нравилось игрокам из предыдущей части. Сейчас расскажу, что появилось. Ну и также в коллекции у меня есть Зомбицит Вторая часть. Мы уже ее открывали вместе с сыном и играли в летсплей. Тоже будет ссылка в описании, можно будет глянуть. Что идет в коробке? Объемные правила. Правила игры несложные. Есть, по-моему, тут также 10 сценариев. Сейчас посмотрю, перепроверю. Да, 10 сценариев прописанных. И здесь огромная коробка с кучей миниатюр. И внизу лежат тайлы местности. И это вот органайзер у меня такой есть. Он изначально не входит в комплекте. Но предыдущий хозяин, я игру эту покупал с рук, мне продал ее вот с таким классным органайзером. Сейчас внимательно посмотрим. То, за что чаще всего и любят Зомбицит, это, конечно же, огромное количество зомби в виде разных миниатюр. Что у нас есть в коробке? У нас есть планшеты игроков. Их изначально играется игра и рассчитана вообще на 6 персонажей. То есть, каждый берет себе определенное там количество людей, как вы сами там поделите. Вот так выглядит планшет. Здесь есть левая и правая рука. Здесь обозначаются всякие навыки. Реи, это жизни. А здесь навыки персонажей. Вот эта карточка, она меняется. Сюда ставятся как дополнительные вещи, которые есть как рюкзак. И внизу это очки. Сейчас это адреналина, а здесь, по-моему, это ярости называлось. Для примера сейчас покажу в Зомбиците втором, то есть в наше время, как выглядит планшет. Вот так вот он выглядит. Его чуть проапгрейдили. Карточки удобнее сделали. И вот очки ярости вот так тут выглядят. Так, что еще идет в комплекте? Набор. Понятно, карт появления зомби. Во всех предыдущих версиях, кроме вот второй, всегда была рубашка. На английском написано зомбицит. Теперь перевел Хобби Ворлд во второй версии. Ну, это вот появление зомби. Как они там появляются, в какой последовательности. И еще набор карт, в котором есть предметы. Здесь есть, кроме стандартных предметов, могут еще, пока там роешься, появиться зомби. И есть всякие свитки с магией. По оформлению тоже достаточно симпатичная история и большое количество этих карт. Ну, переходим. Ну, это фишки, которые выставляются. Какие умения есть на планшетах. Ну, переходим к героям. Сейчас немножко покажу, как они выглядят. Игру сейчас сложнее купить, конечно, просто в продаже. Но вот на барахолках она время от времени появляется. К ней куча всяких дополнений, героев и новых злодеев. Все это есть и, в принципе, на рынке можно найти. Миниатюры достаточно хорошего качества. Намного лучше, чем в Замбициде, в первой редакции. В целом, достаточно достойно сделано. Подставки, соответственно, как обычно. То есть, можно снять, поменять, кому какие-то цвета нравятся. Ну, теперь переходим к зомби. Зомби есть трех видов. Тут даже, по-моему, даже четырех. Есть зомби-ходоки. Самые слабенькие, медленно всего, так скажем, передвигающиеся. Несколько визуальных историй. Есть бегуны. Они быстрее перемещаются. Сразу атакуют. Ну, и есть мощные толстяки. Такой толстяк. И вот такой толстяк. Есть, по-моему, это называется какой-то там адский шаман. И есть отродье. Самые мощные ребята, которые изредка попадаются. Вот так выглядит. Отродье. И для примера сейчас покажу и зомби-цида. Вторая редакция. Уже в современном сеттинге. Вот такое вот отродье. То есть, в этом комплекте зомби-цид «Черная чума» есть шесть героев. В зомби-циде два ноль. Для сравнения их сейчас восемь. Ну, и вот такая огромная коробка со всеми зомби, которые есть. Здесь еще вот это только не показал. Еще есть ходячий женщина. Так, миниатюры посмотрели. Давайте покажу немножко тайлы, какие есть. Вот так выглядят тайлы местности. Они двухсторонние. Очень часто именно эти тайлы ругали за то, что они немножко блеклые и не хватает, так скажем, крови. Все-таки как-никак за зомби играем. Вернее, против зомби играем. Жалко, что это не так ярко нарисовано на самих тайлах. А так, локации интересные. Тут, в отличие тоже от первой редакции, появились такие вещи, как отдельные переходы во всякие секретные места. То есть, такие маленькие тайлики, когда можно перейти в другие места, где обычно сложено какой-то необычный в сундуках специфическое оружие. И в зомби циде в первой части был коктейль молотого, а здесь специальное, можно было, яд, так скажем, какой-то там распылить, который поджигается. Вот такие вот тайлики кидаешь, и они вспыхивают то огнем, то специальной там магической историей. И только этим можно убить отродье, самое мощное. Также на тайлы выкладываются определенные фишки, куда нужно прийти. Это так они выглядят. Разных цветов они бывают. Зоны входа зомби, они похожи, почти такие же и остались. И во второй редакции зомби цида кубики в комплекте, в принципе, стандартные. Немножко отличаются от первого зомби цида такие вот фишки шума. Когда мы взламываем, например, дверь, появляется шум. Такой колокольчик. И есть символы с дверью. То есть, дверь нормальная, так можно ее положить. И взломанная. Так. Ну, есть сюжетная история, есть надкусанное яблоко. И это жетон, по-моему, первого игрока. Так выглядит. В целом, наверное, все я вам показал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Уже у нас большой опыт игры в зомби цида. Как показала практика, многим это интересно. Одно из самых просматриваемых видео. И вопросы как раз об этой серии игр. Также я жду, когда в России появится зомби цида в Диком Западе. Очень интересно, появится ли вообще он сейчас на Kickstarter и проходит на него заказ. Всем спасибо, что смотрели. Всем отличного дня. Счастливо. 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 Счастливо.